проверим кто не спит здорово никто не спит 12 14 15 у меня утро нет не будто до 2 часа ночи у нас кардио на херачу нас быстрый шаг нет я не бегаю мои массы нахер не нужно зачем мне бегать и она быстрой ходьбе знаешь что у меня 120 пульс будет это точно поэтому привет ночные да не все не силовую тренировку пропустили только из кино приехали фильм стать классный спать сейчас 40 минут походим пойдем творога поедим с овощами потом спать очень еще сожрем кому вредно заниматься тот спит фильм экипаж ну да чуть чуть у меня это да похеру сейчас выздорове на улице вообще класс запах этих блин земли короче и догорающих костров да мы кстати за городом у нас здесь запах класс что-то там разбили 2 дофига никто ничего не пишет дэвида блэйна это что такое привет первым ух я кружок по району на вернем народ добавляется на и нет быстрым шагом идем как по дорожке это тоже будет на как роки на самом деле в капюшонах не люблю ходить вопрос сейчас снимая месяц на самом деле же 2 мая нет я не закаливаюсь ну блин лысину с ушами не хочется морозить так прям спим 8 часов среднем вот смотри был 619 остался код куча левака зашла и отвалилась интерес начи тут интернет ловит может хера не ловит хочется пожать сотку блин это не проблема по моему пойдите погуляйте ну 95 это уже совсем ближе к 100 еще вся жизнь впереди еще и больше ста будет держать как коджу убрать обвисшую но она со временем сама убирает но если хотите ускорить процесс то нужен массаж можно даже самому как бы массажировать крема какие-то есть специальные типа там антицеллюлитных но они тоже работают которые какой-то там термообмен усиливают очень массаж нужен будет быстрее надо так о фаридай не спит да я сейчас каждый день кардио делаю сегодня на улице мы в кино ходили в кино только приехали нормально ходьба идет до экипаж экипаж да да очень понравился очень понравился он кстати этот ниггер пошел чудо здесь много до для тренировки в день ну смотря какая цель стоит у меня и потребовал в день как похудеть без потери мышечной массы но однозначно увеличивать количество белка причем существенно ну возможно я слышу про контрастная тип это типа греть потом обливать холодным может быть сауна с ледяным душем ну не знаю не ксюша на бикини не готовится на просто просто готовится к лету до пляжному сезон нечего там делать на этих бикини попу конечно качает да не парьтесь вы с этим контрастным душу надо массаж делать так то здесь еще не спит я слышу видел кто-то зашел не знаю по поводу мочалки ну да кожу разминать там типа приток крови там еще эти всякие типа антицеллюлитных этих кремов использовать кожи быстрее будет как бы убираться лишние вот это обвижен да кстати есть еще массажеры такие типа там колючки какие-то шарики вот это все поможет сто процентов поможет это как бы со временем просто ускорит процесс это кожа со временем все равно утянется и в норму войдет растяжки никуда не денешь растяжки это жопа все они они навсегда вот а кожа вернется на своими на свое место поэтому у беременных он женщин еще не так растягивается на животе потом он все приходит мамаш с тремя детьми выигрывают бикини все нормально не знаю чудо дает джим с пола вообще без понятия бодибилдинге и особо не видел чтобы это использовалось не знаю про растяжки убирание лазером я не смотрел ремейк 79 года поэтому мне просто понравился фильмец хорошая игра актеров ну так прям душа но блин чувствуется уровень немножко повышается дайте даже такие моменты есть душа щипательная красиво сделано прям продумано но не очень понравился фильм ну блин да творог еще будет овощей творога на ночь забабахаем я имею ввиду фильм врачок про и вот а стажера который летают лучше чем все мастера и которые за то чтобы нарушить правила и спасти людей в общем сказка конечно сказочка но нормально закрываешь глаза на все эти сказки там с падением с посадкой со все вот этой фигней там пересадки с самолета на самолет вот но понравился фильм блин как вы себе представляете возможно если бы миша жил соседнем подъезде в пришел к миша не давай снимем тренировку миша живет за тучу километров несколько тысяч туч километров пилоты нет нормальный пилот москве у меня тоже всегда были такие мысли да я родился в москве у меня тоже всегда когда летают самолете мысли какого бы хрена не сделать каждому бы пассажиру по парашюту на всякий случай падает самолет ну блин но они могли бы вылетать и на более низкой высоте там на двух трех тысячах то например но не знаю наверное это уже про на за нас продумали самолеты падают тогда когда парашюты не помогут либо на взлете либо на посадке сверху это вообще наверно исторический случай чтобы самолеты там сверху падали такое это только в сказках они долго долго падают фильмах все крушения на старте и на взлете там никакие парашюты не помогут вот а то что стурс это с египта самолет там летел в воздухе он тоже там недолго пролетел там вроде как свои нюансы есть 5 в истребителях вы видели каких креслах пилоты сидят там он с креслом улетает мне кажется если самолет сделать пассажирский там в три раза меньше надо сидений ставить над каждым там люк делать каждым сиденьем чтобы все выстреливало сиденье сиденье там три ряда максимум она получится таких нимбических и она из-за одних сидений не взлетит из-за тяжести этих сидений вот это все ерунда там сколько на высоте минус 80 давай прыгни сосулька на землю ёбница темноту заходим на улице да не почти никого здесь на тихий район только спокойный это не замкадом смысле стремный ходить здесь вообще стремновато ночью тут чуть стремного нет да 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 ели так да я вместо баллончика дата только ниггеры ходят незаметные таки о потемнело фонарей нет на самом деле все здесь цивильно вот район до 100 это новый микрорайон напротив щербинки маршал советского улице я не знаю когда его строили когда мы с энерго работу мы называли милицейский поселок от район но ему лет 7 наверное всего напротив щербинки но он к москве относится здесь московская прописка чё связь есть всю жизнь занимаюсь у нас кардио не пешком а кардио мне кажется москва это бездонная бочка здесь можно открывать открывать москва все сожрет и занять свою нишу еще никому не поздно это если так думать что все уже давным-давно открыто тогда и зачем жить тогда смысл смысл в конкуренции смысл что-то новое надо заливать я сейчас поставил ну такая не особо там много приколов ну вроде ничего так сделали смысле в старом формате в старом формате это вы имеете ввиду чё когда пули снимал когда на свой свою аппаратуру пуля сейчас занят он работает очень много ну а чем отличается сейчас практически то же самое качаемся просто сейчас я по-другому мне так проще делать поболтать чего-нибудь вначале поболтать в конце под снять кадры с тренировки и не выкладывать вот это вот блять полтора часовую видео где это сама одни и те же подходы одни и те же повторения чужие фарида говорит что ты монтажер от бога да 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 но я чуть-чуть помогаю в китае зал открывать ну старый я не знаю нудно смотреть часами каждый подход болтовню там сейчас ролики там по 12 по 15 минут мне кажется лучше заходит больше чаще их просто мне сейчас хорошо гоупро есть теперь у меня даже две экшн камеры вот кстати я тут разобрался совсем это тайская экшн камера на тоже снимает хорошо неплохо может быть чуть больше зерни там чуть-чуть в темноте вот но и гоупро в темноте тоже но я имею ввиду с таким стрёмным светом гоупро тоже не идеально снимает поэтому мне сейчас я сейчас жду заказал проводок переходник от гоупро на микрофон у меня радио микрофон и сенхайзер есть и я сейчас гоупро буду на штатив ставить чтобы не дергалась изображения и снимать звук могу взять хоть из другого конца зала вот не единственно что проводок нужен его найти вообще нереально заказал через интернет вот там микро юсб на джек малюсенький проводочек переходник нужен и тогда будет звук вообще как раньше я же все время с микрофоном снимался радио микрофона бодибилдинге нет секретов почему будем у каждого человека на на есть секреты мне понравилось как валера живухин сказал секреты они на то блять и секреты чтобы их никому не говорить мне кажется понимаете чем для меня нет ни секретов нет но просят люди скажи как ты готовишься да как ты там сливаешься как-то блять но я не могу сказать потому что каждый день я не знаю что я буду делать следующее все зависит от формы нету профессионализма наверное заключается в том что решение принимаются каждый час чем ближе к соревнованиям тем вот этот интервал принятие решения он все короче и короче если за две недели ты смотришь подгрузиться или не подгрузиться или какую-то манипуляцию сделать чем ближе к соревнованиям ты уже по часам смотришь за телом и тренер за тобой смотрит и принимается решение чё съесть чё попить чё блять уголоть чё там поэтому ну нету схемы у меня например есть какой-то костяк но если я скажу я навру потому что я так не делаю есть костяк от которого идут постоянно зависимости от формы отклонения вот потому блять распиши мне слив хули толку эти буду расписывать ты посмотри на меня там за месяц до соревнований где за месяц до соревнований выгляжу лучше чем блять 90 процентов тех которые уже на сцене стоят и как я тебе буду свой слив расписывать если тебе еще блять сушиться наху два месяца а ты уже блять сливаться решил вот лететь люди меня поражают вот схемы блин нет никаких схем у каждого своя схема индивидуальны вот все ищут легких путей без того чтобы изучить свой организм ищут легких путей вот нет их нужно ну нужен тренер шарлатаны шарлатаны везде блин я считаю что только тренер хороший это самая должен подводить спортсмен ну они не да не свой ты не умеет не могут чувствовать но они я бы даже наш вреда тебя поправил они даже понятия не имеют они не могут даже это как бы смириться с тем что на них жира еще на два месяца сушки они блять думал час сольюсь жир не сливается бин не понимаю людей вот кто смотрел все там 2013-15 год последний пару сезонов видели да в какой форме там за месяц до соревнования уже подходил там блять лучше чем 90 процентов выступающих соревнованиях за месяц и у меня не голова никогда не болела как мы не слиться потому что я знаю что мне сливать ты ничего не надо недостаточно там выпить таблетку там три ампура или даже половинку как тренер скажет и не попить воды допустим там денек или полдня причем не не попить а грамм 300 допустим запивать книги аминокислоты все мне этого может быть достаточно к некоторым турнирам вообще не сливаюсь я к москве к россии не сливался вообще этой по форме видно она была затянутая такая ну вот правильно он говорит все правильно а люди блять жирные пытаются за три дня слиться жир не сливается вот и сначала сделай форму вот когда форма будет готова вы поймете что сливать то уже ничего не надо техника поживает техника сегодня был звонок утром чистосердечное признание ну ладно ты лично этом коммерческая тайна техник живой до техника выгнала из клуба который там мозги ебал алкоголик блять забухал падла вообще ничего не делал так а сколько время так мы с тобой 30 минут попадем туда техник мудила конечно редкостная столько дерьма сейчас за ним вскрыли там ну ладно ничего я просто еще на дух не переношу бухарей вот этих всяких гулять раз его простил 23 брать уже достал да костяк чего его мерить то там ну да можно это как его запястье померить я имею ввиду костяк это плечи ширина плечей ну просто пример мой блин пример то он привести может еще не все знают ночью вот аркадий величко это пример очень широкого костяка вы видели на нем мышцы очень плоскими выглядят грудные спина да он очень широкий и у него верхняя часть тела округлости вообще нет очень растянуты широкий костяк на него столько мяса надо наверх а нет не пропал 100 килограмм могут выглядеть по-разному до вспотел толстовкой все уже мокрый не нормально мы быстро херачим потому что ты потому что ты лягушка однокровная я по ощущениям чувствую что не не хуже чем на элипсе к примеру грубо говоря как у меня да это будет абсолютно одинаковый вес вот но выглядит это будет по-разному поэтому какой вес хер узнает что-то связь по ходу дерьмовая ебучий интернет там куда мы пришли то она мы коптики пришли на работу пора уже ну да мы сейчас последний поворот и домой творог есть какой какой безлимитный связь здесь наверно дерьмовая местами бывает здесь вообще днем не ловит позвонить невозможно здесь этот ебучий аэропорт рядом здесь просто этот аэропорт этот как он называется нет нет здесь такой маленький аэропорта воде чартеры летают не быкова как его оставь его оставь его аэропорт вот прям рядом мне такое ощущение что это глушилки блять включают она здесь днем и хера не ловит вообще только на вай-фай квартире не позвонить не в интернет никуда а ночью вроде работает мегафон так сколько мы ходим ну в принципе да да везде по разному бывают дырки в мегафоне бывают дырки в билая нигде угодно везде бывают духа била например у нас в подвале в клубе влей убивают лучше берет мегафон вообще мертвый лоб вспотел скрывать блять какие-то бичи бродит еще нахуй да вот наш дом маршал советского 16 приезжайте в гости подъезд на третьем блять еще какие-то бичи сидят вон на мешках чё за херня переезжают что ли видите здесь парковочных мест на хотя вот кстати есть у меня вон там он хомяк стоит вон на большой дороге а вай фай тут подключился чё замерзла нет вон ребята мы пойдем один человек все мы пойдем взаимно взаимно давайте спокойной ночи все пока до завтра спасибо все давайте спасибо за просмотр